В России зарегистрировано около 800 пивоваренных предприятий, на которых занято порядка 40 тысяч человек. Это не очень большая цифра, но по статистике на каждого работающего в этой отрасли приходится еще от 10 до 15 смежников. А это около полумиллиона человек. В последнее время этот сегмент рынка переживает непростые времена. Каковы перспективы его развития? Об этом шла дискуссия на пивном форуме, который не так давно прошел в Новосибирске. В прошлом году совокупные потери пивной отрасли составили около 10%. Вообще же за последние пять лет рынок продаж сократился более чем на 20%. Эти минусовые тенденции сохранились и на старте 2014-го. В первую очередь потери несет малый и средний бизнес, которому сложнее перегруппироваться. И настроение, настроение, к сожалению, у людей не очень уверенное. Люди не уверены в развитии на сегодняшний день и на завтрашний день. Они не уверены в том, что будет завтра. Они не могут с уверенностью сказать, что я буду вкладывать, я буду развиваться. Они напряжены. Это напряжение возникло из-за того, что многие участники рынка были вынуждены сдать позиции. У меня было шесть продавцов, которым я платила налоги, медицинское страхование платила. Платила, значит, НДФЛ платили. Люди были на месте, шесть человек потеряли работу. Ужесточили уже все, что можно, мне кажется, по продаже пива. Идет у нас пиво в продаже от 50 квадратных метров. Извините меня, по какой цене надо ставить пиво, чтобы обработать эти квадратные метры? Чисто если только на пиве работать. Территориальные ограничения, место расположения стационарных точек по продаже пива по отношению к образовательным учреждениям, учреждениям медицины, спорта и культуры нередко становятся поводом для банальных спекуляций. Мы знаем уже достаточно много случаев, когда предприниматели шантажировали, вымогая у них деньги, говорят, что сегодня мы откроем рядом с вами медицинский центр и вы вынуждены будете закрыться. Перед участниками третьего международного форума актуальной проблемы и перспективы рынка пива стояла непростая задача – выстроить диалог с регулирующими органами для того, чтобы стабилизировать ситуацию в одной из самых налогоемких отраслей российской экономики. В 2013 году мы как отрасль заплатили более 130 миллиардов рублей в бюджеты только в виде акцизных поступлений. И с каждым годом эта цифра растет в серьезной геометрической прогрессии. То есть точки компромисса какие-то возможны? Абсолютно. И естественно, вы задали вопрос, как? Через диалог бизнеса и власти. Конструктивный диалог бизнеса и власти, по мнению участников форума, может дать возможность открыто говорить о существующих проблемах и предотвратить нелогичные законодательные ограничения, к примеру, по использованию PET-упаковки. Запрет PET все-таки может произойти реально? Мы считаем, что вероятность достаточно высока, однако мы надеемся на то, что переходной период и объем тары в PET-е будет адекватен для того, чтобы отрасль могла выжать и развиваться. При этом на форуме неоднократно говорилось о культуре ответственного потребления пива, которая в России еще явно в дефиците. Мы социально ответственный бизнес, в отличие от других алкогольных производителей, мы стремимся к тому, чтобы возрождалась культура ответственного потребления пива, соответственно, чтобы не было влияния на здоровье нации. Мы стараемся показать, что есть производители, которые выпускают качественную продукцию в первую очередь, и стараемся показать, что потребление может быть культурным. Результатом дискуссии, прошедших в рамках форума, стало подписание соглашения о взаимодействии между Союзом российских пивоваров, объединением участников пива безалкогольного рынка и Новосибирской областной общественной организации производителей и продавцов пивной и алкогольной продукции. Его цель – объединить усилия профессионального сообщества, создать механизмы саморегулирования для формирования сбалансированного законодательного поля.